День в истории. Почему именно сегодня православные начинают готовиться к Рождеству? День в истории. Общили в водоканале. Причиной порыва стали повреждения водопровода. В 7 утра его локализовали. Коммунальщики уже восстановили автомобильное движение, расчистив от наледи дорогу. Сейчас принялись за тротуар. На время работ водоснабжение отключили в трех административных зданиях и трех многоэтажных домах. На Алтай пришли сильные морозы. Минувшей ночью температура местами опускалась до минус 35 градусов. Сегодня-завтра синоптики обещают до минус 34. 37 ночью, днем до минус 24-25. В утренние часы местами туман, изморозь, на дорогах местами гололед. При этом в южных районах и предгорьях теплее на 2-3 градуса, местами снег. Причем в ближайшие дни прогнозируют синоптики потепления ждать не стоит. Практически вся Сибирь, как видно на этой карте погоды, оказалась под властью арктического антициклона. Именно он принес с собой низкие температуры и почти полное безветрие. Спасатели рекомендуют в эти дни автомобилистам отказаться от дальних поездок, а врачи советуют пешеходам одеваться теплее и при первых признаках обморожения незамедлительно обращаться в медицинские учреждения. В Рубцовске на набережной загорелась деревянная горка. Пожар произошел ночью, сообщает паблик «Инцидент Рубцовска». Возгорание ликвидировали за 20 минут. Тушили горку 11 пожарных и две машины. Никто не пострадал. Тем временем жители Барнаула просят власти отремонтировать мост, по которому каждый день проезжают тысячи машин и проходят сотни каражан. Переправа, по мнению инициативных барнаульцев, уже давно представляет угрозу для людей. Вот такие дыры можно встретить на самом объекте. В зимнее время их и вовсе трудно заметить под слоем снега. Сама дорожка для пешеходов сейчас представляет собой скользкую и узкую тропинку. Конструкцию соединяет два берега притока речки Пивоварка. Получается, что это единственная дорога для горожан. Сейчас добавилась еще одна из проблем. Плохо почищенный тротуар, жалуются барнаульцы. Добавляют без экспертиз. Видно, мост находится в аварийном состоянии. Как вам не страшно по такому мосту ходить? Страшно. Сколько лет, уже много лет ходим. Когда машины едут бездорожные вообще, с ног до головы тебя обкатят. И крадешься, смотришь, оглядываешься. То ли пойти, то ли еще час-два постоять. Так что вот так вот живем. Ну а зимой тут можно вон соскользнуть. Зимой соскользнуть, и особенно с детьми вообще невозможно пройти. Об этой истории и других происшествиях в сфере ЖКХ края смотрите в рубрике «Коммунальный патруль» сразу после вечернего выпуска наших новостей. А старый мост в Барнауле сегодня перекроют на 3 часа. Перекроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул с 13.00 до 16 часов. Из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт. Ограничения связаны с работами по вывозу снега, поясняют дорожники. На мосту будут дежурить экипажи ГИБДД. В эти минуты в Барнауле награждают лауреатов премии Алтайского края в области науки и техники. Каждый ученый внес свой вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения и образования. В этом году награду из рук губернатора получат 48 человек. Молодым ученым в возрасте до 35 лет вручат отдельные премии. Подробности расскажем в вечернем выпуске. Сегодня православный мир отмечает один из главных праздников. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Он посвящен событию из жизни Марии, Матери Христа. В возрасте трех лет родители впервые отвели ее в храм, где ей позволили войти во внутренний алтарь, куда обычно допускался только первосвящение. Так, согласно христианскому толкованию, была предопределена роль Марии в истории человечества. В храмах края сегодня ночью прошли торжественные молебны. Митрополит Барнаульский Алтайский Сергий совершил всеночное обдение в Покровском кафедральном соборе в Барнауле. Сегодня по традиции многие верующие приведут своих детей на первую исповедь. Также именно 4 декабря христиане начинают готовиться к празднованию главного праздника – Рождества. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен снег. Температура в Алейске, Рубцовске и Изминогорске около 15 морозов. В Заринске, Кулунде и Славгороде минус 20. В Барнауле днем около 20, ниже ноля юго-западный умеренный ветер, возможен снег. У меня все новости к этому часу. Телефон редакции в Барнауле 722 440. Хорошего вам настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин